Приветствую вас, Николь. Ну, давайте сразу скажу, что прошлое забыть невозможно. Невозможно забыть. Прошлое это воспоминание, это опыт, это эмоции, чувства, это какие-то образы, которые напечатлены вашей памятью, и даже если вы проведете гипноз, то все равно вы не будете отдавать себе отчет в том, что помните, но воспоминания будут вызывать у вас определенные чувства. Это нормально. Поэтому забыть просто невозможно. Вместе с тем, понятна ваша боль, понятна ваши переживания, понятен ваш конфликт и то, что в целом вас тяготит. Я думаю, что, поскольку вы ничего не обижите об этом в своем именно вопросе, то я думаю, имеет смысл спросить, работали ли вы с психологом. Если да, то какой результат, что не получалось, если нет, то почему? Потому что здесь, ну, как бы, психологическая, психотерапевтическая помощь здесь очевидна. Вот именно, ну, в данном контексте помощь просто очевидна. Очевидна ваша потребность в этой помощи. Вы говорите о том, что потеряли мужа. Это травма, это трагедия, которой нужно прожить и после которой нужно научиться жить. Работа по проживанию и по реабилитации, ну, порой бывает достаточно длительная, к сожалению, несколько лет. Не обязательно именно несколько лет работать с психологом, но обязательно, как бы, заниматься реабилитацией, да, заниматься определенными мероприятиями. Но необходимо прожить, вот именно все до конца прожить и отпустить, необходимо. Вы, судя по всему, этого не сделали. Пока вами не будет прожиты все ваши чувства, пока не будут выплаканы, не будут прощиты все эмоции, которые вы не прожили, ситуация пустить не получится. Другой фактор, на который я хочу обратить ваше внимание, заключается в потере. Дело в том, что человеческие отношения с субъективной стороны часто могут восприниматься, как собственничество, некая собственническая материальная тенденция, связанная с приобретением. И потери человека ведет к нарушению жизненно важных задач по обеспечению потребностей человека. Те конфликты, которые у вас были, может быть, до встречи с мужем, и с которыми вы привыкли жить, привыкли как-то вот их, ну, не разрешать, а компенсировать, скажем так, после встречи мужа, значит, начали разрешаться, а после его ухода, после его смерти, дали о себе знать с, ну, в общем-то, двойной и тройной силой, что называется. И эти конфликты, которые в какой-то степени связаны с тем, что вы живете в про... вы, ну, обращаете внимание на прошлое, что свидетельствует о том, что в настоящем будущем вы не живете, у вас нет мотивации жить в настоящем и будущем, и нужно задать себе вопрос, как так получается, что мне, ну, что мне неинтересно настоящее и будущее, да, то есть вот все, что у меня было, все какие-то яркие чувства, все это было только в прошлом, а, соответственно, я никак не генерирую новые позитивные какие-то эмоции, яркие переживания и прочее. С чем это связано? Ну вот. Это может быть связано с личностным смы... с потерей личностного смысла, с экзистенциальным кризисом, то есть непонимание того, ради чего, для чего я живу. Ну и, соответственно, отрыв от собственных ценностей, от собственных чувств и эмоций, с чем тоже нужно, конечно же, работать. Да? То есть направленность, направленность человека в прошлое, поскольку обнушает отсутствие интереса к настоящему и к будущему, а это, в свою очередь, означает отрыв от самого себя, от некоторых важнейших элементов самого себя. То есть по факту, ну, такая получается нецельная личность. Вот. Там тоже очень важно понимать. Ну и, безусловно, отношение к смерти имеет значение. Очень важно. Потому что, если человек в данном случае вы обсуждали смерть, как, ну, вообще, как таковую, то с этим нельзя смириться. не принимать смерть, значит, не принимать жизнь, потому что жизнь и смерть идут вместе. И вероятно, это ваша одна из ваших проблем отношение к смерти. Такое вот достаточно негативное отношение к смерти, да. И как результат, как вариант, соответственно, работать нужно в этом направлении. Тоже. Чтобы вы научились относиться к смерти. По-другому. Вот то, как я могу ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго вам и удачи.